Самый большой двигатель, который мы когда-то либо делали, и один из самых больших двигателей в мире. Мощность у него чудовищная. 23 400 лошадей. Его вес небольшой, 4 тонны 100 килограмм. В составе его 75 тысяч деталей. Вот мы 12 заводов по этому и имеем. Для того, чтобы мы на одном заводе не можем закомпликовать. Мы их не делаем. Одна просто причина, что они были построены для Руслана, для Мрии. Вот мечта стоит. С Бураном на стене. Во время изготовления этих самолетов Руслана была построена 55 на Украине. В Украине сейчас их 7, которые эксплуатируются государственным предприятием Антонов. Мриечка одна. 17 год она простояла на капремонте. Сейчас ее облетали. Самолет чудовищно красив. Если можно так сказать, он не смотрится большим. Хотя верхняя часть, вот эта точка на самолете 18,2 метра. То есть вы когда выйдете на улицу, найдете балкон 6 этажа и поймете, какой он небольшой. Вот. Кабина одна поднимается вверх, аппареля сзади нет. Если у Руслана есть аппарель, она опускается. И сквозняком можно выдавить грузы. Но там 4 движка, здесь на Мрии 6. Длина самолета 84, размах крылья 87. Внутри, если поднять кабину, находится такой спортзал длиной 40 метров. Высота его 6,5 метров. То есть он перевозит все, что можно перевезти, чего не могут перевезти другие. 240 рекордов. Самый большой вес, 176 тонн. Компрессор собран в виде. Но ему нужна специфическая ВПП. Ему нужно 3,5 километра минимум. Ширину 100 метров и подушку порядка 10 метров. Для того, чтобы вот эти 250 тонн принять. Поэтому в Европе не все аэродромы могут его принять. Сам по себе Буран это космический корабль. Вы знаете, его сделали в свое время. Это была программа Шаттл Америкосов. Они вывели с помощью челноков ядерное оружие. Мы ответили тем же. В 88 году его сделали. Запустили с Байконура с помощью ракеты «Энергия». Он сел. Для него он сделал два оборота. Сел. Потом его везде возили. На все выставки. Лондон, Франция, Австралия. Везде. Предлагали его купить. Не соглашались в Советский Союз. Потом поставили его в ангар. Обгрешиво. То есть термопшипка, которую делала Прибалтика. Его вообще делали 7 заводов в Советского Союза. Эту птичку. Этого тоже делали 7 заводов. И он постоял в ангаре. Выпал снег. Обвалилась крыша. И он полностью разрушен был. А у него было 3 сестры, которые по самолетному садились. Их распродали. Их продали в Австралию на открытие. Олимпиады продали в Германию. Сейчас там стоит чайный музей. Там жирный немец один есть хороший. Вот он стоит. И один находится в Москве в парке Готелос. Детский кинотеатр. Ресторан. Что-то там из него только не сделали. Ну, на закуску я включу. Вам эту красавицу посмотрите. Если есть желание, можете собраться и группой. Под него вас туда сфотографируют. Ну, только надо это делать быстро, потому что он очень много потребляет электричество. Смелее. Попросите друг друга на телефоне вас фотографировать. Продолжение следует.